Каменец Подольский, город в Хмельницкой области Украины, административный центр Каменец Подольского района, один из древнейших городов Украины. Название города Каменец Подольский с XI века был известен как Каменец, что было связано со скальным характером грунта местности. В более поздних источниках и летописях появляется новое, двойное название Каменец Подольский. С упоминанием во второй части Подолии местонахождение города, что было необходимо для отличия Каменца от нескольких других, имевших идентичное название городов. В конце XIX в начале XXV город носил название Каменец Подольск. География расположена в центре Волына Подольской возвышенности в 101 километре от Хмельницкого. Через город протекает река Смотрич, создавая скалистым каньоном своего русла и мега-образную петлю. На территории образованного каньоном полуострова расположен Старый город – древний историко-культурный комплекс. Старый город состоит из старинных архитектурных построек, отражающих культуры народов, проживавших здесь в разное время. Средняя годовая температура в городе плюс 9 градусов Цельсия. Население. Численность населения города по данным на 1 марта 2015 года составляет 100 886 постоянных жителей и 101 590 человек наличного населения. На 1 ноября 2015 года 100 571 постоянных жителей и 101 275 человек наличного населения. Динамика численности населения и истории. В 1362 году Каменец был захвачен литовским князем Альгердом с целью приобретения влияния на русских землях. Осознав преимущество географического положения города, литовцы начинают укреплять город каменными фортификационными сооружениями. С этого времени в городе закрепляются три общины. Русское по праву наследия, литовско-польское по праву силы и армянское по праву строительства города. Каждая пользовалась своей культурой и правом на самоуправление. И в 1374 году литовские князя Кориатовичи, основатели крепости и племянники Альгерда, провозглашают Магдебургское право. Город становится центром Подольи и освобождается от налогов, упоминается в летописном списке русских городов дальних и ближних. С 1393 года город несколько раз переходил из рук литовцев, полякам и наоборот. В 1463 году Каменец Подольский был провозглашен королевским городом Польши. Старый Каменец Подольский – город-крепость, стоящий на каменном плато с высокими уступами в петли реки Мост, которая храняет огромная оборонительная внешняя цитадель с утесами, образующая при этом единый оборонительный комплекс с городом. Наводящая ужасно захватчиков более 500 лет, город имел важнейшее геополитическое значение на границе христианской и мусульманской культур. Играл значительную роль щита в спасении Европы от монголо-татарских набегов. За всю свою историю взять крепость в бою не удалось ни одной армии. Власть менялась лишь с помощью банального обмана и военных диверсий. В средний века Каменец был крупным ремесленным и торговым центром. По своему развитию стоял в одном ряду с такими городами, как Львов и Киев. В 1672 году Подолье было оккупировано, а город подвергся длительной осаде и в результате подписания Бучаческого мира был сдан 300-тысячному турецкому войску Османской империи. Примкнувшим к ним казакам Гетмана Дорошенко, воевавшего против речи Посполитой, костелы и церкви в городе были обращены в мечети. Мальчики отобраны в янычары, а мирные жители частью уничтожены, частью захвачены в рабство. Такой союз вызывал негодование народа и недовольство казаков левобережной Украины. В то время турки в Каменце усовершенствовали мост, соединяющий город с цитаделью. Каменные подпорки арочного типа были расширены и заложены полностью. Мост приобрел вид перешейка между плато. Он по сей день действующий и называется Турецкий мост. В 1682 году Польша нарушила мирный договор, вступившись за Австрию. К этой коалиции против Османской империи постепенно присоединились Венеция и Россия. Последующие годы армии османов терпели поражение по разным фронтам. Поляки, завоевав земли Молдавии, смогли отрезать Каменец-Подольский от османских территорий. И в 1699 году, после подписания Короловицкого мира, город спешно возвращен речи Посполитой. В 1793 году, после второго раздела речи Посполитой, вместе со всей правобережной Украиной отошел к Российской империи. В 1918-1921 годах главный центр формирования войск и дислокации военного руководства Украинской Народной Республики. Последний оплот войск Симона Петлюры, пока город не заняли большевики. При советской власти крупный промышленный город. В 1937-1941 областной центр, в марте 1941 административный центр области перенесен в Проскуров, но область называлась Каменец-Подольская. До 1954 года, в этом году Проскуров был переименован в Хмельницкий, а Каменец-Подольская область в Хмельницкую с 1991 года. В составе независимой Украины, имеется национальный университет, основанный в 1918 году. Главная достопримечательность – старый замок Каменца-Подольского. Внешние транспортные коммуникации. Попасть в город из Киева проще всего по дорогам М-06, Р-31, М-12 и Н-03, через Житомир, Хмельник, Литичев и Хмельницкий. А со стороны Западной Украины и Старнополя сначала по М-12 до Хмельницкого, а затем по М-03, альтернативный, не самый быстрый для автостопа. Но интересный путь из Старнополя пролегает через Чертков и Скалу-Подольскую по дорогам М-19 и Р-24. По железной дороге до станции Каменец добраться можно пригородным поездом из Хмельницкого или прямым пассажирским, а также скором из Киева. Также теперь, после согласования с Молдовой, через Каменец ходит поезд 118 Л, Буковина, Черновцы, Киев, гостиницы, питание, транспорт. В городе большое количество маленьких частных отелей можно также поселиться на съемной квартире. Общественный транспорт, автобусы и маршрутные такси. Вызов такси по телефону бесплатен. В середине 1990-х годов в Каменце-Подольском планировался пуск троллейбуса, но местные власти проект заморозили, и готовая на 80% инфраструктура троллейбуса была демонтирована. Достопримечательности. Каменец-Подольский – один из древнейших городов Украины. Благодаря уникальному сочетанию историко-архитектурного, градостроительного наследия, ландшафта каньона реки Смотрич, старый город объявлен государственным историко-архитектурным заповедником. Количество памятников архитектуры Эксай 19 веков насчитывает около 200 зданий и сооружений. Мощные оборонительные укрепления старого города, крепости, крепостной мост, турецкий бастион. Соединение культовых сооружений разных религий оставляет неповторимое впечатление. Учитывая богатое архитектурно-историческое наследие старого города, Национальной комиссией Украины по делам ЮНЕСКО в мае 1994 года было рекомендовано включить его кандидатам в реестр мирового культурного наследия. Самая большая ценность – практически полностью сохранившийся исторический центр без вкрапления архитектуры XX века. Главная городская достопримечательность – старинная крепость, первые постройки которой относятся к Эксай 12 векам, а основные укрепления – к 16-17 векам. Оборонительные укрепления в Каменце-Подольском считаются прекрасным образцом лучших фортификаций Восточной Европы. Другие хорошо сохранившиеся исторические сооружения – кафедральный костел святых апостолов Петра и Павла, турецкий минорет, францисканский костел, городская ратуша, армянская Николаевская церковь. Действует два выставочных зала – музей этнографии, исторический, художественный, ботанический сад представляет интересы ТН «Русская Брама». Старый центр находится на полуострове, окружанном каньоном, по дну которого протекает река Смотрич, приток Днестра. Старый город соединен с центральной частью города Новопланово-Мастом. С недавних пор достопримечательностью Каменца-Подольского, как и до революции, стал восстановленный Александроневский собор в нео-византийском стиле. С армянской деоспорой связаны такие достопримечательности, как армянский рынок, армянский бастион, армянский колодец, достопримечательности, местные праздники и фестивали, республика, открытие туристического сезона, технопарк каменного периода. День города Каменец, Древнее сердце Подолья, Аквадром, Тера Херойка, Земля Героев, Остание Столица, фестиваль реконструкции 1919 года в городе, фестиваль воздухоплавания, праздник семикультур, праздник пластовый ветер, детские миротворческие игры, чекпоинт, фестиваль GNS Fest и AmpChill, всеукраинский брейкинг, чемпионат анимал-фанк, известные каменчане, СМ. Категория «Персонали» Каменец Подольский кинематограф Каменец Подольский был съемочной площадкой следующих фильмов 1914 «Набек австрийцев» 4 августа 1914 года Д.Ф. Саханженкова Длительность 10 минут Фильм не сохранился 1915 «Каменец Подольск» Д.Ф. Сгоман Длительность 5 минут Фильм не сохранился 1937 «Старая крепость» Х.Ф. Одесская кс 1938 «Щорес» Х.Ф. Киевская кс Художественных фильмов Р.Е.С. Александр Довженко 1955 «Тревожная молодость» Х.Ф. Патрилогии В. Виляева Киевская кс 1957 «Орленок» Х.Ф. Одесская кс 1958 «Рожденные бурей» Х.Ф. Киевская кс В ролях Сергей Гурза Павел Шпрингфельд Ольга Б.Г.Н 1963 Сотрудник ЧК Х.Ф. Р.Е.С. Б.Л. Волчик С.Мусфильм 1966 Комиссар Х.Ф. Р.Е.С. А.С. Кольдов В главных ролях Н.О.Н. Мордюкова Р.Л.А.Н. Быков Раиса Недашковская 1968 «На войне как на войне» Х.Ф. По повести Виктора Курочкина Л.Н. Фильм Р.Е.С. В.И. Трегубович В главной роли М.Конанов 1972 Старая крепость Семисерийный Х.Ф. По мотивам Трилогии В.Е.Беляева Р.Е.С. А.Муратов Киевская Ксим Довженко 1979 Д'Артаньяны Три мушкетера Режиссер Юнгвальд Хелькевич Георгий Эмильевич 1981 У чертовы Логова Х.Ф. С.Молдова Фильм Р.Е.С. В.И. Йовицы 1983 Черный замок Ольшанский Т.Ф. С.Беларусь Фильм Р.Е.С. Н.Н. Пташук В роли князя Ольшанского Леонид Марков 1983 Каменец Подольский Д.Ф. С.Ц.Т. 1985 Опасно для жизни Х.Ф. Р.Е.С. Леонид Гайдай В.Г.Л. Р.Леонид Куравлев С.Мосфильм 1986 Устим Кармелюк 4-х серийный Х.Ф. С.И.М. Довженко 1987 Цыган Каза Х.Ф. Киевская К.С. 1989 Яса Х.Ф. Киевская К.С.И.М. Довженко 1994 Остров любви Т.С. Р.Е.Ш. Олег Бима С.УК Телефильм 2004 П.Ф. Р.Е.Ш. Владимир Машков С.Мосфильм 2005 9 Жизнь Енистера Махно 12 серийный Х.Ф. Р.Е.Ш. Н. Капитан 2007 Тарас Бульба Экранизация повести Н.В. Гоголя Р.Е.Ш. Владимир Бортко В.Г.Л. Р.Б. Ступка М. Боярский Ораговцева С.Л.Е.Н. Фильм 2008 Тот, кто прошел сквозь огонь Р.Е.Ш. Михаил Ильенко Х.УД Пост Роман Адамович Продюс Центр Инсайт Медиа 2014 Все могут Короли 12 серийный сериал В.Г.Максим Галкин Каменец В.Литературе Художественное описание Обороны Каменца Против турок Дается в романе Генрика Сенкевича Пан Володаевский В городе Каменец Подольский Происходит действие Романа-трилогии Владимира Беляева Старая крепость Быт города Каменца Подольского И местный Духовный семинарий Подробно отражен В романе Хроники Люборатские Украинского Писателя Анатолия Свидницкого Бывшего в свое время Воспитанником Этой семинарии Город Каменец Подольский И его описание Также упоминается В серии Ирка Хортица Супер-Ведьма В книгах Колдовской квест И Магия без правил Авторов Илоны Волынской Кирилла Кощеева Воинские объединения Соединения Части Осенью 1915 года Во время Первой мировой войны В Каменце Находился Штаб Девятой армии В 1938 году В Киевском Особом военном Округе Было начато Строительство 10-го Каменец Подольского Укрепленного района Управление района Располагалось В городе С 16 сентября 1939 года В городе Располагалось Управление Каменец Подольской Армейской Группы Украинского Фронта Во время Польского Похода РКК Располагалось Располагалось Управление района